МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. В марте приток воды в большинстве водохранилищ на Волге ожидается больше нормы. Свои предварительные прогнозы Госкомитет по чрезвычайным ситуациям Чуваши обнародовал на видеоконференции с главами муниципалитетов, которую провел глава Республики Михаил Игнатьев. На территории Чебоксарского водохранилища возможно превышение среднемноголетних значений в полтора раза. Сейчас главная задача на местах подготовиться к прохождению паводка. В Чувашии начало паводка специалисты прогнозируют на две недели раньше обычного. Несколько лет в республике не было серьезных подтоплений. Зимы были малоснежные, да и в Цивельске в декабре 2014 года была введена в строй вторая очередь защитных сооружений. В этом году обещают большое количество воды. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, в каждом районе созданы противопаводковые комиссии, которые проверяют состояние гидротехнических сооружений. Есть и серьезная проблема. В Чувашии свыше 300 плотина не имеет собственника. И это осложняет ситуацию, ведет к неоправданным рискам. Все эти гидротехнические сооружения, пруды, которые имеют собственника, они должны быть оформлены в муниципальную собственность. Их в свое время строили за счет бюджетных денег. Где-то, может быть, предприниматели участвовали. И с этой точки зрения, это наша работа, ответственная работа. Сделайте ли инвестор по каким-то районам. В последствии потом будут платить, когда гидротехнические сооружения прорветы. На проведение противопаводковых мероприятий в республике предусмотрено 8 миллионов рублей. В прошлом году был проведен ремонт трех плотин. Выполнена работа по руслоорегулированию малого цивиля в Канарском районе. Минприроды России готовится заявка на выделение средств из федерального бюджета на строительство защитных сооружений от паводковых вод на реке АллатР. Глава республики поручил руководителям лично отслеживать ситуацию по паводку, чтобы работать на опережение. Обсудили на совещании ход подготовки к весеннеполевым работам. В республике необходимо засеять 580 тысяч гектаров. При этом глава Чувашии обратил внимание, что общая площадь для посевной заявлена на уровне прошлого года. По данным Минсельхоза Чувашии, под урожай текущего года осенью посеяно 82,5 тысячи гектаров озимых. Необходимо вводить в оборот и необрабатываемые земли. По данным Минсельхоза Чувашии, под урожай текущего года осенью посеяно 82,5 тысячи гектаров озимых. Михаил Игнатьев обратил особое внимание глав районов на высокую потребность в обеспечении овощами закрытого грунта. В связи с этим строительство теплицы выходит на первый план. Сельхозтоваропроизводители республики в этом году получат господдержку в денежном выражении на 10% больше, чем в 2015. По предварительным данным, эта сумма составит почти 2,5 миллиарда рублей. Прошедшие во всех районах и городах республики в феврале-марте собрания депутатов показали, что у всех муниципалитетов есть стратегия развития на ближайший срок. Ей и надо следовать, чтобы выполнить все первоочередные задачи. Еще раз подчеркнул глава Чувашии. В Ядринском районе подвели итоги социально-экономического развития за 2015 год. Совещание провел заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики Михаил Резников. Аграриями Ядринского района в прошлом году произведена продукция на сумму более 2 миллиардов рублей. Индекс физического объема составил почти 105%. Овощей выращено на 1900 тонн больше. По объему производства молока район занимает первое место в республике. Владимир Кузьмин отметил, что Ядринский район – территория комфортная для проживания и вложения инвестиций. В результате реализации программ по строительству жилья, дорог и коммерческих инвестиционных проектов инвестиции вложено на сумму 1 миллиард 380 миллионов рублей. Это на 9,6% больше действующих ценах уровня прошлого года. Наряду с позитивными моментами есть и проблемные. Уровень безработных по отношению к трудоспособному населению составил 0,37%. В прошлом году было, то есть в 2014 году 0,34%. В текущем году в связи со снижением объемов работ и реализуемой продукции три организации перешли на режим неполной занятости. Это организация «Чуваш-Автодор», которая может строить, ядринский мясокомбинат и газсервис. Трудоустройство молодых людей пока остается большой проблемой. Они готовы жить в Ядринском районе, но вынуждены уезжать работать за его пределы. К кадрам нужно относиться очень-очень бережно. И когда я смотрю цифры, что там некоторые предприятия переходят на 4-гневку, там идет сокращение, это, конечно, очень плохо. Я понимаю, что сегодня кризис, вот кризис. Но я вам хочу сказать, что для кого кризис, а для кого и развитие производства. Импортозамещение и обеспечение продовольственной безопасности страны являются первостепенными задачами, поставленными перед аграриями, и могут дать шанс многим начинающим сельхозтоваропроизводителям. Основные приоритеты по производству мяса, молока и по производству овощей закрытого грунта, они сегодня являются самыми важными в стране. Поэтому здесь речь идет не только о субсидии по части погашения процента ставки по кредитам. Это очень интересные программы, их нужно развивать. И тем более, вот в Ядринском районе есть еще большие перспективы. В завершении Михаил Резников выразил всем труженикам Ядринского района признательность за достойный труд и лучшим из них вручил заслуженные награды. Опыт, полученный во время реализации проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям», Чуваши используют для участия в программе школы. В ближайшие годы в республике будут построены и реконструированы 30 школ. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Чуваши Михаила Игнатьева. Средних общеобразовательных учреждений уже не хватает. Некоторые школы вынуждены работать в две смены. В то же время в сельских районах есть школы, в которых меньше 50 учеников. Вопрос о дальнейшей судьбе этих школ поднимался на совещаниях по итогам социально-экономического развития, которые прошли во всех муниципалитетах республики. Будут или нет закрывать малокомплектные школы, мы узнали у министра образования Чуваши Владимира Иванова. В последние дни начали поступать обращения граждан Чувашской республики по поводу слухов, которые ходят о закрытии школ, особенно сельской местности. Хотелось бы здесь ответственно подчеркнуть, что такой задачи не было и нет. Есть задача системы образования создать лучшие условия для обучения, в том числе сельских детей. Вы знаете, Чувашская республика входит в топ-10 школ, особенно по качеству образования сельских школ. И я думаю, это работа всех предуседует предыдущих лет, когда мы действительно создавали условия более крупные школы, чтобы дети могли туда приходить и получать качественное образование. Вот это результат десятилетней работы. Что касается возможности закрытия школ, это вынужденная мера в тех населенных пунктах, где есть доступность транспорта школьного автобуса, там, где рядом школа хорошая с профильным обучением, в том числе полная школа с полными классами. Конечно, такие варианты мы рассматриваем. Но это не означает, что основной целью является закрытие школ. Основная цель всех мероприятий, которые мы проводим в этом году, это создание условий для занятий наших детей, достойных современных условий, чтобы дети получали качественное образование. 15 марта традиционно отмечается Всемирный день прав потребителей. В этом году он пройдет под девизом «Исключить антибиотики из меню». О том, как не очень полезные для здоровья продукты попадают в нашу еду и на какой продукции остановить свой выбор в нашем следующем сюжете. Подхватив вирусную инфекцию, мы не спешим принимать антибиотики. Организм сам должен побороть вирус, декларируют врачи. А излишнее употребление антибиотиков снижает иммуноактивность организма. И если в случае затяжной болезни применение таких лекарств оправдано, то потребление их с пищей может нанести тяжелый вред организму. Зачастую мы даже не знаем, какое вещество и в каком количестве содержится в употребляемом нами продукте. Пищевыми продуктами, подвергающимися загрязнению антибиотиками, в основном являются продукты животноводства. Это связано с тем, что антибиотики используются для лечения животных и для того, чтобы животные набирали большой вес за короткий период. То есть это связано с прибылью. Запретить использование антибиотиков в процессе выращивания животных невозможно. Это может привести к вспышкам инфекций. Однако использование антибиотиков не должно быть бесконтрольным. Еще до забоя лекарственные средства должны быть выведены из организма животного. В Чувашии ежегодно проводится исследование продуктов животноводства на наличие пенициллина, тетрациклина и левометицина. Мы провели в 2015 году около 300 исследований. Проб на антибиотики, содержание антибиотиков вообще в продуктах не выявлено. Помимо проб на антибиотики, вся сельскохозяйственная продукция подвергается микробиологическому и физико-химическому анализу. Мы исследовали более 15,5 тысяч проб пищевых продуктов. Не соответствовали. 3% рыбной продукции, 2% мясной и кулинарной продукции, 1,4% проб молочной продукции и так далее. Нехорошая, скажем так, группа – это хлебобулочные изделия. Они не соответствовали по завышенной массовой доле влаги. Не соответствовало почти 9% из исследованных проб. Под особый контроль попадают продукции местных производителей. Ее проверяют досконально, ведь на кону репутация территории, где производится экологически чистая продукция. По данным последних проверок, нарушения были допущены на ряде производств в Козловке и Вурнарах. Сейчас они устранены. К административной ответственности привлечены юридические лица. Такие проверки дают хороший результат. Мы рекомендуем ориентироваться на продукцию чувашских производителей. Мы наших производителей контролируем давно. И когда еще не работал 294 закон, ограничивающий проверки, они у нас контролировались практически ежеквартально. Из 44 проб, не соответствующих фальсифицированной молочной продукции, только 3 – это наших производителей. И при этом содержание растительных астеринов не настолько высокое у них было, как продукции из других регионов. Призвал потреблять продукцию местного производства и глава республики Михаил Игнатьев. В ходе рабочей встречи в Маргаушский район он ознакомился с работой сельских магазинов и отметил скудный ассортимент собственной чувашской продукции. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. В Перми завершился первый из девяти форумов Общественной палаты России под названием «Сообщество». В нем приняли участие более тысячи человек из Приволжского федерального округа. Сразу два социальных проекта из Чувашии получат поддержку по программе «Перспектива». Максим Забалуев, президент Ассоциации автомобилистов Чувашии, уже не первый год занимается проектами, направленные на повышение уровня правовой культуры и взаимовежливости участников движения. Его проект «Безопасный путь» предлагает комплексный подход мастер-класса, запуск приложения в пути, социальную рекламу на дорогах. Программа «Безопасный путь» рассчитана на порядка девяти регионов по Волжье. То есть те проблемы, которые касаются и нашей республики, пешеходы, алкоголь за рулем, ДТП, негативные дорожные условия и все остальное, они касаются всех регионов. Второй победитель, руководитель молодежного движения «Я гражданин» Роман Васильев, презентовал интеллектуальную игру по станциям, в которой участники в интерактивной форме изучают конституцию и нормы избирательного права. За год в проекте участвовали почти пять тысяч молодых людей. За это время организаторы учли все нюансы и начали продвигать игру на уровне ПФО. Те задания, которые у нас есть сейчас, они подготовлены под все регионы России. То есть если раньше они были как-то у нас больше под Чувашию, то сейчас они подходят под общую законодательную систему Российской Федерации. То есть всего у нас десять станций. Девять станций по Конституции Российской Федерации, а одна станция по нормам избирательного права. Программа «Безопасные пути. Игра по станциям. Я гражданин» – первый проект из Чувашии, который получит поддержку от перспективы социального проекта Общественной Палаты России. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. В Республике вновь начали бороться с любителями тонированных автомобилей. Такие рейды сотрудники ГИБДД обычно начинают проводить по весне. Специальные приборы, которые измеряют толщину защитной пленки, показывают точные результаты только при плюсовой температуре. Сегодня вместе с инспекторами нарушителей ловили и мои коллеги. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Тонировка автомобиля может стоить водителю жизни. Видимость дороги такие пленки ухудшают в разы, особенно ночью. При рассеянном свете тонированные стекла искажают расстояние до впереди идущих машин, отмечают в ГИБДД. В то же время со стороны сотрудников полиции, например, управление транспортными средствами с затемненными периодными стеклами вызывает особо повышенное внимание в связи с тем, что возникают подозрения, что гражданин, который специально наносит такие покрытия на стекла, пытается что-то спрятать в данном транспортном средстве. Или сам нарушает какие-то права дорожного движения, или перевозит какие-то запрещенные к перевозке вещи. Правда, любителей тонировки в республике меньше не становится. За это нарушение только в прошлом году инспекторы ГИБДД оштрафовали более тысячи водителей. По правилам темную пленку запрещено наносить на передние стекла. Тонировка не должна ограничивать полностью попадание в салон автомобиля солнечного света. Запрет на использование стекол передних лобовых и передних боковых, светопропускание которых не соответствует требованиям ГОСТа, предусмотрен техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств со стран Таможенного Союза. Чтобы избежать штрафов, водитель этой приоры пытался сорвать тонировку прямо на ходу. Но поймать нарушителя с поличным инспектором ГИБДД все же успели. Но инспекторы показывают, прибор не врет. В салон автомобиля эта пленка солнечный свет не пропускает. Нарушил ли водитель правила тонировки, сотрудники ГИБДД проверяют с помощью вот такого прибора. Светопропускаемость стекла должна превышать 70%. В противном случае автовладельцу грозят штрафы. Далеко не по правилам оказалась тонирована и эта иномарка. Правда, общаться с сотрудниками ГИБДД при нашей камере ее владелец отказался. Погоня за нарушителем продолжалась недолго. Черную иномарку обнаружили припаркованные неподалеку от одного из кафе. Теперь, кроме штрафа за неправильную тонировку, на водителя могут составить протокол и за езду без документов. Медриковалев и Олег Якимов. Республика. В Алатарском районе осудили бывших сотрудников дорожной организации за выполнение работ, которые не отвечали требованиям безопасности. Следователи доказали, что экс-управленцы территориального управления Чуваш-Автодора провели некачественный ремонт участка трассы Чебоксара-Сурская. Это стало причиной четырех серьезных аварий. Ремонтировать этот участок трассы начали в сентябре прошлого года. В Следственном комитете республики отмечают, что работы изначально не были поставлены на должный уровень. Подрядчики использовали некачественный щебень. Также следователи установили, что на ремонте экс-директор дорожной организации задействовал оборудование, которое не прошло техосмотр. Контролировать соблюдение технологических процессов во время работ был обязан мастер производственного управления. За невыполнение своих обязанностей его тоже привлекли к ответственности. После окончания работ сотрудники автодорожной организации проигнорировали требования о необходимости установки предупредительных дорожных знаков, дорожной работы и ограничения скорости, не приняв таким образом необходимых мер по ограничению скорости движения на этом участке автодороги. Последствия некачественного ремонта не заставили себя долго ждать. Уже в первый день после сдачи участка дороги в эксплуатацию здесь опрокинулось в кювет четыре автомобиля. Эти кадры были сняты одним из пострадавших водителей. Это вот это вот мой, я вот по нему иду. А, кстати, смотри, прям туда же еще одна улетела. Слышишь, прям на мое же место. Чуть дальше. Да, ехай. Вот туда же я улетел. Одному пассажиру из-за прокинувшихся автомобилей был причинен вред здоровью средней тяжести, а общая сумма причиненного ущерба владельцам автомобилей превысила 900 тысяч рублей. Чтобы выявить виновных в некачественном ремонте, следователи провели более 10 экспертиз. Бывшие руководители дорожной организации свою вину признали полностью. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Состоялась расширенная встреча деятелей культуры Республики с представителями профильного министерства. Тем разговора звучало так. Профессиональное искусство и литература. Вчера, сегодня, завтра. Собравшиеся обсудили насущные проблемы отрасли. Вопросов много, а необходимо выслушать мнение каждого. А такие встречи сделать регулярными. Подчеркнул важность состоявшегося диалога исполняющий обязанности министра Константин Яковлев. Вчера – это славная история нашего народа, нашего искусства. Великолепная, высокая, достойная, на века сделанная предшественниками. Сегодня мы должны быть, конечно, достойны вчерашней славы. И я думаю, что и вы, и те, которые за вашими спинами в коллективах, стараются все делать для того, чтобы достойно нести вот эту планку. Каким участники встречи видят свое завтра – вопрос интересный. Многие отмечают профессиональный рост актерских коллективов театров. Новые литературные веяния. В постановках активно используются информационные технологии. По секрету скажу, что мы сейчас планируем. Не знаю, что получится, но такая есть идея – онлайн-трансляция спектакля делать русского театра. В литературном музее имени Константина Иванова прошли традиционные чтения женщин-поэтов. К вечеру была приурочена и выставка «Мир женщины». Цветочные натюрморты, деревенские пейзажи и фантастические мотивы. По мнению Светланы Гордеевой, женщина и природа неразделимы. В душе у каждой женщины всегда цветы, красота, птицы, поэзия. Это внутренний мир женщины, вот такой прекрасный. Художница также участвовала в литературном вечере, представив свою новую книгу. Более 10 поэтесс читали стихи о любви, весне и женской красоте. К чтении присоединились и писатели-мужчины. Они поздравили всех представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта. Накануне первого и весеннего праздника национальная телерадиокомпания «Чувашия» провела большой праздничный концерт любимым женщинам. Концерт прошел на одной из самых больших площадок Республики Ледовом дворце Чебоксара-арена. В концерте приняли участие лучшие артисты чувашской эстрады и звездные дуэты. Они исполняли самые романтичные песни о любви. Часть композиции уже звучит в эфире Табан-радио, но многие авторы специально для концерта написали новые песни. На сцене выступили Асане Электрик Шоу, Алена Алексеева, Александр Васильев, Андрей Кузнецов, Валентина Кузнецова, Татьяна, группа Хуранташ, Алексей Шадриков, группа Дуняша Стайл, Фарида и другие. Настоящим украшением вечера стало выступление председателя миссионерского отдела АллатРской епархии диакона Сергия Горохова. Зрители праздничного шоу приветствовал глава Чувашии Михаил Игнатьев, который поздравил женщин с праздником весны и красоты. Наши любимые и милые дамы, дорогие друзья, дорогие наши гости, искренне, от чистого сердца хочу вас поздравить с Международным женским днем 8 марта! 12 марта в 18.00 в эфире Национального телевидения смотрите телеверсию концерта любимым женщинам. На этой неделе в России празднуют Масленицу. О традициях и гуляниях, которые пройдут в столице Чувашии, далее. Главные атрибуты праздника традиционно – чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гуляние и, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку были символами солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Но не стоит думать, что блины – единственное угощение. К старину на Масленицу столы ломились от оладьев и пирожков с разнообразными начинками – грибной, творожной, капустной и не только. Каждый день Масленичной недели сопровождают определенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. На лакомке, то есть в среду Масленицы, тещи приглашали на блины зятьев с женами. В широкий четверг проходили самые людные катания на санках. В пятницу – тещи на вечерке. Зятья звали тещу на угощение. В субботу отводилось за ловкиным посиделком, а в воскресенье – прощенный день. Также в последний день Масленичной недели обязательно проходит ритуал проводов праздника с сожжением чучела Масленицы. Всю неделю в столице Чувашии пройдут гуляния, масленичная ярмарка, встречи весны, масленичные селфи, танцевальный флешмоб, концерт звезд чувашской эстрады, интерактивные семейные площадки, выступления группы «Балаган Лимитед» и народная дискотека – все это пройдет в Чубаксарах на разных городских площадках. Это все новости на сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»